Евгений, здравствуйте! Ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно трактовать 1 Тимофея 2.15? Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Этот текст, который вызывает очень разные отношения в христианском мире, кто-то видит спасение себя и своего дома через то, что рождать будет много детей. То есть в прямом тексте, текст Писания берут напрямую и применяют в своей жизни. Я не против того, что люди для себя избирают быть многосемейными или многодетными семьями, но спасение через это к нам не приходит. Спасаемся мы не через то, что мы много родим детей, а через то, что родился Христос. И уповая на это рождение, рожденного когда-то Христа, вот это чадородие, когда он родился, воплотился через женщину, пришел на эту землю. И мы спасаемся его жертвой и его победой на Голговском кресте. Но при всем этом, если мы уже приняли Христа, то дальше вера, любовь, святость с целомудрием потребуются каждому человеку, потому что нужны дела веры. Я не просто знаю, что Христос за меня пострадал, теперь живу как хочу, но вера меня переведет в качественные другие отношения, и любовь в мою жизнь начинает изливаться Духом Святым. Поэтому нам надо рассматривать любой текст Писания через призму общей картины Писания. И если мы читаем, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здесь о чадородии идет только в том смысле, что родился Христос, и мы в Него верим. Поэтому в данном тексте я вижу этот смысл и благословляю каждого человека, не только женщину, но и мужчину, жить в соответствии вот этим текстом. Спасаемся через чадородие рожденного Христа на эту землю верой, любовью и святостью, образом жизни, отделенным для Бога. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»